Жульен Бризоль Цезарь в меню 30-й гимназии. Пришел новый организатор питания, с ним новые блюда, продукты, подходы. На кухне 8 человек, палочка-выручалочка, пара конвектомат. Сейчас в нем готовятся беточки на завтрак для учеников 5-11 классов. Можно посмотреть, что очень даже это все удобно. Много ставится противней сюда, вплоть до 10, можно на 200 человек поставить за раз. В нем можно готовить на пару, запекать, жарить. Только здесь не жарят, придерживаются принципов здорового питания. Завпроизводством Любовь Леонидовна говорит, да, и правильное питание может быть вкусным. Заметила, дети любят курицу. Вот и расширили меню. Готовят бедрышки в сухарях, отбивные беточки. Едят дети? Очень едят. Пусто просто будет после первой. Потом нужно будет опять добавлять. Очень едят. Как теперь кормят в школах, оценил шеф-повар «Союз» соц.пита, ведущий кулинарных программ Григорий Мосин. С 30-й гимназии подкупили до первой ложки. А вот это что такое? Беточки школьные. Беточки школьные обожаю. По вашему рецепту. Серьезно? Да. Класс, давайте. Гречка, салат, беточки по его же рецепту. Шеф говорит, здесь даже вкуснее. Главное, все полезно. А вот родители, заявил звездный шеф, коверкают пищевые привычки детей, заменяя домашнюю еду фастфудом, полуфабрикатами. Они вкусные, они полностью разрушают вот это вот ощущение, не ощущение, а этот шаблон. Когда школьное питание, это скучно, невкусно, обычно, пресно. Это прям круто, вкусно, классно. Кормили бы так дома, вообще бы все дети были бы счастливы. Мы поинтересовались, счастливы ли дети? Очень вкусно, все нравится. Нормально, все вкусно. Мне очень нравится филе, оно очень вкусное. Мы даже с мамой пытались сами приготовить, у нас такого же вкусного не получалось никогда. Я обычно беру филе и макароны, потому что это очень сытное и можно весь день ходить сытой. Сейчас питание в Ивановских школах организует три муниципальных предприятия и три частника. Мэри считают, это здоровая конкуренция, которая и приводит к тому, что столичный шеф хвалит столовскую еду. Есть к чему стремиться, и, конечно, мы сейчас закупаем оборудование в школьные столовые, а затем должны приступить уже к ремонту школьных столовых. Для чего? Для того, чтобы еще создать здесь атмосферу городского кафе, чтобы детишкам было приятно проводить здесь время. Во многих школах такая работа уже ведется, рассказал Владимир Шарыпов. Добавил, в обозримом будущем все столовые будут выглядеть, как городские кафе. Дарья Костина, Владимир Хмелев, телекомпания БАРС.